Давайте начнем нашу презентацию, что мы привезли для вас и что хотим рассказать. Культурное образование, вот наша сфера, что это означает? Я сейчас попытаюсь вам объяснить, по крайней мере, что мы понимаем под этим, то, что мы слышали в докладе госпожи Кроль, что дети и молодежь должны вырастать в такой сфере, где они им дают возможности и защищают, где они должны свои права получать и защищать. Они имеют право на игру, на участие, на свободное выражение мнения и на то, чтобы их слушали. И у нас такой опыт сложился, что культурное образование, культура вообще, это прекрасная основа для взросления. Хочу об этом рассказывать. Дальше. Когда мы говорим о культуре, мы, конечно, понимаем под этим, что речь идет о том, что человек сам создает, что он производит, какие ценности у него и как он их реализует. И постоянно в дискуссию находится, в процессе коммуникации и культурное образование, речь идет о развитии личности, речь идет о сборе эстетического опыта и о участии в общественной жизни. Через игру, через искусство, через участие, через выражение самого себя используются разные, создаются разные культурные форматы. Человек пробует то, другое, и это создает также место человека в окружении. Все, что нас окружает, это важно. Даже здесь, на нашей конференции, она очень цифровая. Что это делает с нашей культурой, как это влияет на нас, на форму нашего выражения, самовыражения. Дальше. Цифровизация нас окружает. Везде даже можно понять, где оно присутствует. С одной стороны, техническая сторона, вопрос трансформации, где различия между цифровым миром, аналоговым миром. Все смешалось. Во всяком случае, дигитализация, цифровизация означает, что наша культура, наше взаимодействие меняется. Наши ценности. То, что мы воспринимаем, что мы оцениваем, как мы выражаем себя, самовыражаемся, все меняется. Я привел несколько примеров. Здесь слева наверху, видите, три обезьянки и планета. Это эмоции, которые используют в разных социальных сетях, мессенджерах, которые меняют нашу коммуникацию. И здесь присутствует игровое начало. Есть такая, уже возникла сетевая культура, все, что связано с цифровизацией. Есть такие маленькие игры с эмоции. Вот фильм можно так зашифровать. Какой фильм здесь зашифрован? Форма коммуникации меняется. Мы сидим здесь в Берлине, мы подключены сюда, в Томск. Разные временные зоны. И тем не менее обсуждаем совершенно разные темы. Речь о том, как дети, молодежь, как можно их вовлечь в коммуникацию, как преодолеть границы. Мы многих людей сводим друг с другом, встречаемся. И как это меняет нашу культуру в рамках цифровизации. А сверху видите картинку, которая показывает завязание контактов, поддержание контактов. Из аналоговой сферы в цифровую сторону. Но это все развивается. Партнеров ищут не в ресторане, где-то, в баре, а через интернет. Есть новые вещи, которые там складываются. Они не изменяют старые формы. Но есть никаких оценок. Но просто возникает новая форма. Воспринимать мир, взаимодействовать в этом мире. Еще один пример для изменения нашей культуры. Культура ремиксов. То есть вещи, которые уже существуют. Изменять, новые контексты создавать. Есть известные такие вещи. Мемы. Вот это, значит, известная картинка. И текст с юмористическим смыслом. И такое очень многое. То есть мемы используются. Вы, мне кажется, не встречались. Эта форма самовыразится. Обрабатывать информацию. И относиться к тому, что происходит вокруг нас. Если все вызовы и изменения в целом мире соединиться с культурой, с способом понимания мира, то мы подойдем к тому, что культурное образование это очень важная вещь. Дети и молодежь должны получить какие-то инструменты или разработать вместе с ними новые инструменты взаимодействия. Это очень ценная перспектива. И здесь надо, конечно, быть очень внимательным и все это за всем этим наблюдать. То есть предложение культурного мира, то абстрактный мир цифровизации можно сделать понятным. Можно себя испытать и расширить возможности для коммуникации, для участия. Можно создать что-то такое в цифровой сфере. Посты, распределение и передача информации, картинок, фотографий. Дети и молодежь все это размещают в интернете. Общаются таким образом. Еще один элемент нашего общения это преодоление формальных барьеров. Что мы имеем в виду? Есть молодежь и дети, которым трудно даются классические форматы образования. Им трудно в школе концентрироваться, внимательно все слушать, усваивать. им нужны другие подходы для того, чтобы осваивать мир, отвечать на вопросы, которые задает мир. И здесь культурное образование дает прекрасные возможности. И это также связано с равенством шансов для всех детей в будущем. Культурное образование теперь получает преимущество, потому что возникают новые методы, креативные методы, инструменты. И это новое перспективное, мало ли, что открывает. С одной стороны, это может быть предметом споров, с другой стороны, инструменты, собственные идеи реализовать и распространять свои инициативы. Не результаты, а путь зачастую бывает важнее, чем результат. В нашем проекте мы привели и вводим такой пример место цифровых встреч. И Господа Хэнш, моя коллега, сейчас продолжит. Дальше. Большое спасибо за переход. Я сейчас брошу взгляд на наш проект цифровые возможности и хочу показать, что за этим скрывается. Пожалуйста, дальше. Проект культуры цифровой технологии это проект, который мы, то есть фонд цифровой возможности уже с 18-го года после Германии реализуем. На 5 лет рассчитан этот проект, то есть как раз мы в середине находимся и до 22-го года, до конца 22-го года пойдет и уже мы накопили определенный опыт, уже ценный опыт. Поддерживается этот проект в рамках программы «С культурой ты сильнее». Наш Федеральный Министерство образования и науки поддерживает наш проект. Это программа, цель который состоит в том, чтобы поддерживать культурное образование, особенно для детей и молодежи из неблагополучных семей. Именно с их участием мы реализуем наши мероприятия. мы неблагополучные дети финансово, социально с 6 до 18 лет участвуют. Мы к ним обращаемся, мы хотим показать, как с помощью цифровых медиа можно творчески общаться, использовать их. И от пассивного потребления медиа, которые часто встречаются у детей этих сфер, как можно к активному использованию перейти. Мы хотим показать, что с помощью этих медиа можно что-то собственное создать. И этой молодежи мы хотим дать дополнительный доступ к культуре. Мы сотрудничаем по проекту с молодежными организациями, клубами, библиотеками, школами. самыми разными организациями, которые имеют доступ к нашим целью группам. Они могут подавать заявки, и наш проект поступает к ним прямо домой. И мы представляем педагогов из нашей команды, они на местах работают, которые проводят семинары на местах с молодежью и детьми. Несколько цифр я принесла, чтобы вы поняли масштаб нашей работы. С 2018 года, когда мы начали проект, более 140 союзов образования. мы создали с ними такие союзы, объединения, кооперацию. Более 250 семинаров провели с нашими партнерами на местах. И по крайней мере 2,5 тысячи молодых людей участвовали в наших мероприятиях. Дальше. Если вы подаете заявку на участие в нашем проекте, то вы получаете пакет из трех мероприятий он состоит, которые продолжают одно другое. С одной стороны, курсов ориентирования. Это однодневное мероприятие для ориентации. Затем два практических семинара проводятся. Это формат из нескольких дней, в котором в этом формате можно несколько крупных идей проектных осуществить. Дальше. Дальше. Итак, курс сфорового ориентирования. Первый этап. Здесь идет в первую очередь о том, чтобы выяснить, что возможно вообще с помощью цифровых технологий. Это как бы стартовый выстрел для проекта. Шесть часов с перерывами идет такой вводный курс. От пяти до шестнадцати детей и подростков могут участвовать. И эти дети, молодежи проходят четыре стадии, четыре станции, как мы говорим, с разными тематическими акцентами. Во-первых, цифровой звук, цифровой язык, цифровая реальность и цифровые технологии. Руководит этим курсом педагог, которого мы представляем, который приносит с собой инструменты, гаджеты, обычно это планшеты, ноутбуки, методические материалы, представляем, тетрадка есть такая с карточками, с целевыми установками по отдельным станциям, чтобы молодежь, дети действительно самостоятельно работали с разными гаджетами и приложениями. Эти станции, участники затем должны вдохновить на развитие собственных идей, которые потом реализуются на практических семинарах. Паркур такой обсуждается, выясняется, что тем более все понравилось участникам, и потом на этой основе что-то придумываем. Это очень важно для нашего проекта. партиципативные, то есть активное участие предполагается взаимодействие. Дети действительно сами должны активно принимать решение, что они хотят сделать в ходе семинара. в ходе ступень в ходе ступень и в ходе ступень В музыкальный инструмент обычный планшет или в диджейский пульт. А вот здесь вы видите следующую станцию, это цифровой язык. Дети могут при помощи достаточно простых инструментов для программирования. Кали-Опен-Мини, может быть, вы знаете эту программу или используют другие инструменты для программирования, как Scratch, например. Дальше, пожалуйста. Вот здесь вы видите цифровую реальность, станция цифровая реальность. Дети в аналоговом мире имеют возможность расширить свои возможности с помощью цифровых технологий. И могут быть использованы различного рода аппы, приложения для того, чтобы связать аналоговое миро с виртуальным. И это действительно характерная особенность нашего проекта. То есть дети сначала могут что-то нарисовать на бумаге, какой-то эскиз создать или какую-то фигуру нарисовать, а затем отсканировать эту фигуру с помощью планшета. Это очень хорошо видно здесь на фотографиях. И затем они могут работать с этой фигурой на экране планшета. Дальше, пожалуйста. Последняя станция – это цифровая техника. И вы видите здесь вот этот салат из разноцветных кабелей. Речь здесь идет о том, чтобы экспериментировать с разными материалами, что-то смастерить из них. И здесь мы используем MakeyMake. Это гэджет, который позволяет, например, альтернативное управление компьютером из подручных материалов. И потом управлять компьютерной игрой, например. Так вот, мы используем светодиоды, мы используем подручные средства для подсветки. Экспериментируем с разными материалами и немножко изучаем тему электричества, электрических цепей. Дальше, пожалуйста. Я здесь хочу показать вам небольшое видео. Это впечатление от нашей работы по нашим секциям, по нашим отдельным станциям. Сейчас попробую вам его проиграть. Спасибо. 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 Спасибо большое. Пожалуйста, давайте дальше продолжим. Я думаю, что мы получили очень хорошую ориентировочную информацию. А теперь мы переходим к медиасеминарам, которые позволяют создать и реализовать более обширную идею в медийной сфере. Это многодневный формат от двух до пяти дней. Участники от пяти до шестнадцати детей и подростков. И здесь приходит специалист по медиаобразованию и проводит такой воркшоп с молодыми людьми и подростками. И приносит с собой оборудование и материалы. Что происходит в ходе такого воркшопа? Здесь вы видите на картинках, что там делается. То есть проводятся эксперименты, очень многое опробуется и представляются в конце результаты. Но, естественно, каждый воркшоп не похож на другие. Каждый воркшоп уникален, потому что дети также участвуют в принятии решения, что будет происходить. И на основании вот этих четырех станций, которые были представлены выше, могут быть сделаны самые разные вещи. Может быть, например, снят фильм с соответствующими эффектами. Можно запрограммировать компьютерную игру. Можно построить робота и запрограммировать его. Можно создать очки виртуальной реальности и отправиться в путешествие в виртуальный мир и так далее. Важно для нас то, что в рамках воркшопа дети получают новый креативный опыт своей творческой деятельности. И они могут сами попробовать эти новые технологии, прочувствовать их. И моя коллега Сандра Либна уже сказала, что речь идет о процессе творчества, а не о готовом продукте. Но если в результате ничего не получится, это тоже не страшно. Главное, чтобы процесс доставлял участникам удовольствие, чтобы это будило их интересы, чтобы дети получили желание продолжать работать в этой сфере и дальше, даже если проект уже закончился. Пожалуйста, дальше. Да, и еще, может быть, на один шаг дальше. Вот здесь я решил представить вам также пару фотографий нашего воркшопа, для того, чтобы вы увидели, насколько это многообразный инструмент. Вот здесь, например, из коробок из-под пиццы делались очки виртуальной реальности. Они склеивались, потом вставлялись линзы. И если поставить смартфон в такие очки и открыть специальный апп, специальное приложение, можно действительно открыть для себя новый виртуальный мир. И дети могли эти очки сделать индивидуально, оклеить их чем-то там, наклейкой, империями, чем угодно. И вы видите здесь связь между рукоделием в аналоговом режиме и знакомством с виртуальной реальностью. И вот здесь вы видите, может быть, несколько мелких картинок, тем не менее, надеюсь, что видно. Здесь вы можете увидеть элементы игры Lego. Дети разрабатывали прототип для видеоигры с помощью конструктора Lego. То есть сначала они придумали некий мир, собрали его из Lego, а затем все это позже реализуется в программном режиме. И затем дети могут сыграть такую игру на планшете. Дальше, пожалуйста. Вот здесь видите очень такой зеленый слайд. И здесь, я думаю, очень хорошо видно, что здесь происходит. Снимаются фильмы с помощью технологии Green Screen. И участники могут либо сами играть перед камерой, или это могут быть фигуры плеймобиля, фигуры из пластилина и так далее, которые позволяют снять небольшие фильмы. Большое. Пожалуйста, дальше. И вот здесь вы видите еще раз Makey Makey. Это постоянный элемент нашего воркшопа. Его хорошо всегда очень принимают. Так вот, вы видите, что здесь при помощи банана управляются пианино, которые отображаются на экране. С помощью Makey Makey можно действительно прекрасно музыцировать с помощью повседневных предметов. И я также хочу вам показать видео, как это выглядит. Так. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот теперь можешь начинать. Играет музыка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...